Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и впереди вас ждёт начало очередного ФФА-сериала в мире шестой цивилизации. Но прежде вступительное слово, и будет оно на этот раз длинным, потому что эта партия проходила с No Quit модом. Есть такой иностранный игрок Hellblazer, он занимается всяческим допиливанием игры, и пока наши любимые разработчики из Фераксис всё не могут привести игру к нормальному балансу, этим занимаются вот сторонние ребята. Своё мнение об игре с No Quit модом я скажу в конце этой партии. Это же вступительное слово для того, чтобы пояснить некоторые отличающиеся моменты, почему я вообще решил с ним, с этим модом сыграть. В принципе, чуть дальше мои партнёры по игре лучше расскажут отличия, я лишь поясню два основных момента. Во-первых, здесь намного лучше переработано научное дерево. Не до конца идеально всё-таки, по-моему, но оно позволяет не просто играть на развитии, но ещё и воевать, не так сильно боясь, что твои соперники уйдут вперёд по развитию. Я говорю про научное дерево, естественно, про дерево технологий, потому что в оригинальной игре важно быстрее открывать научные здания и производственные, ты их быстро ставишь, и в принципе успеваешь потом открыть военные технологии. А в конце игры ты не можешь так быстро космосом победить, потому что разнесены технологии для космической победы и требуется намного больше ходов, и там человека можно контролировать, того, кто вырвался вперёд по науке, и можно попробовать его захватить. Второй момент. Изменены некоторые здания, и они дают теперь процент. Ну, дальше, опять же, подробнее будет сказано дальше, какие конкретно, но теперь вроде как можно играть и в высокие города, а не только расставление как можно большего количества городов за счёт этого победы. То есть можно попробовать и в малое количество городов, там, в 4-5 сыграть. Это самые основные отличия, ну, как бы так заранее скажу, что сыграв эту партию, вообще поиграв в No Quit Mode, особых отличий от оригинальной игры я всё-таки не почувствовал, и самое важное тут это именно изменение дерева технологий, что можно вот так немножко затянуть игру и побольше повоевать. Это оказалось действительно важно. Так что, мне кажется, эта игра будет вам, с одной стороны, интересна, а с другой стороны, не так уж и сильно отличаться от уже знакомой вам шестой цивилизации. На этом вступительное длинное слово считаю завершённым. Приятного вам просмотра. И ещё раз повторю, никаких оскорблений участников и бессодержательных спойлеров. Так, объясните, неофит, что там в этом No Quit Mode особенное надо обратить внимание? Самое главное это то, что все вот эти здания, то есть в кампусе, в культурном, в мастерская, ну, в мастерская, библиотека и рынок, амфитеатр, они все дают в процентах, то есть там по 5% к своему, ну, соответствующему. То есть 5% от города. Можно я расскажу? Можно я скажу. Получается, сам дистрикт даёт то же количество, которое давал великих людей. Здания, которые строятся в районе, их на 50% урезали номинальное значение, то есть вместо двух науки даёт одну науке, но и даёт процентное соотношение. Первое здание в районе 5%, второе здание 15%, третье 25%. Поэтому промышленные районы важны. Ну, а действуют они там на радиус тот же самый, вот эти фабрики? Да, как в батче работает, только один АОЕ эффект. Но на 6 клеток. Да. А ещё штраф от городов там, да, вроде есть? Да. Да. Давайте тогда по порядку. Вот это с дистрикт модом, второй момент, это вот самый главный... Подождите, а какие штрафы от городов? Как в пятёрке? Типа плюс стоимость... По процентам. Плюс стоимость к техам? Нет, там по стоимости строительства. То есть, чем больше ты построил районов, следующий будет всё дороже и дороже. И плюс тоже к стоимости тех научной ветки и культурной ветки. Плюс 2% за каждый город. Это для того, чтобы не было вот этого безумного количества городов выборов. Так, ну, про вормод я там что-то почитал. Типа это новый, там изменилось немножко по-другому штрафы, немножко по-другому там апгрейдятся юниты. Ну, это фиг с ним, ладно. Там ещё юнитов добавили. Ну, и юниты новые, да. Да, два юнита добавили. Лансер и метколог. И мечник. А, да, и длинномечник ещё точно. Так, ещё что? Потом, смотри, в балансе ресурсы поменяли. То есть, все ресурсы более-менее одинаковые. Ну, в плане нету плохих люксов и хороших, суперхороших, как специи. А все ресурсы достаточно нормальные. А в плане, подожди, а в плане стратегических ресурсов так же, как в ваниле работает? То есть, нужно железо. Если одно железо, то в военном лагере могу строить, если два железа, то где угодно, да? Да. Верно. Но сейчас они более нормально раскиданы или тоже возможны проблемы? Потому что мы играем в принципе в России. Баланс будет по-любому. Попробовать лошадей, железо, селитру, нефть и, по-моему, всё. Остальное по рендому. Но вот эти самые важные, они будут в одном экземпляре в районе столицы. В трёх клетках. Ну, не факт, что в рендом столице. В пяти клетках точно будет. Ну, окей. Ну, а что по нациям? По нациям всё то же самое. Нет, я имею в виду, мы сейчас их выберем или случайные лидеры? А, ну, я так понимаю, что мы три автобана, остальные по три на выбор у каждого. Давайте. Ну, автобан какие? Скифы, Рим и... Германия. О, Польшу завезли в драфтер. Ура. Тестрайк обновился. А, на Князе играем? Да. Ну, это же проблема, что ли. Всё, всё остаётся, да? Да. Всё-таки динамический таймер решили поставить? Не хотите три минуты? А он максимально на четыре минуты идёт. Ну, неправда, мы играли, и он там и больше пяти был. Да не, это модовский таймер. Так мы играли с модовским таймером, если ты не помнишь. Там, по-моему, было десять игроков, поэтому... Не, ну, я готов и три минуты. Я тоже он готов на трёх минутах. Просто главное в начале, давайте тогда по полтаймеру хотя бы... Ну, вот Арчи, по-моему, уж играл на три минуты, и проблем не было каких-то даже с войною. Это у меня могут быть проблемы, потому что я не знаю этот мод, поэтому я буду, типа, сидеть тупить в нём, и могу не успевать ходить. Ну да, там ветка, ты сразу потыкай в эти, в дальние технологии, посмотри ветка, как идёт. Да, ветка там изменили, с ванилой. Ну, в общем, решайте сами тогда с таймером, как хотите. Давайте я за, давайте голосовать. Мне всё равно. Мне тоже всё равно, что скажет твой оставшийся. Потому что три минуты, это значит, мы в шесть часов должны как минимум уложиться точно. Ну, если там без всяких сейвов, прочего. Если в начале будем, да, быстро ходить, а не все три минуты, то... Ну, естественно. Можно договориться до 50-го хода там полтаймера. Да, кстати, тоже вариант. Единственное, что окрикивать нужно будет иногда. Ну, дзинь-дзинь, у нас есть стандартная фраза. Ну, давайте три минуты тогда, давайте. Так, значит, у меня, видимо, Греция, Польша или Китай. Не, я за Польшу уже не буду. Либо Китай, ну, за Грецию я играл. Так, с компом, значит, за Китай. Что тут у нас? Озарение и вдохновение дают больше процентов. Уникальный китайский юнит, кратущийся тигр. Великая стена. Тут, наверное, великую стену как-то в моде изменили, нет? Да, вроде нет. Меняли. Она даёт жилья или нет? Она даёт чуть больше культуры, по-моему. А жилья нет? По-моему, голды больше даёт. Не знаю, я её ни разу не строил, даже не знаю, что она из себя представляет. Там написано, даёт улучшение к обороне и бонус к золоту при соседстве с другими сегментами. Бонус к культуре и туризму. Это ванильное описание. Ну, не описание, по-моему, не меняли нигде. Great Wall Improvement даёт плюс два золота. Ещё немаловажно, это камень теперь тут более играбельный, то есть его можно оставить. А, плюс два золота. И, я так понимаю, лодки ещё дают производство, да? Да. А, прибрежные, и эти клеточки больше, ну, еды дают больше. Это если маяк строишь. Ну, маяк строишь, да, и получается уже дают две еды одного производства. Ещё по религии там Hellblazer немножко поувеличивал все улучшения по вере. А, довольство, эти религиозные здания довольство дают. Да, и религиозные здания дают плюс один к довольству, поэтому более, как бы, тоже. Именно здания в районе, то есть святилище, храм. Да, да. И вот эти нации, по-моему, Франция, Испания и кто-то ещё дают специальные постройки, дают плюс один к жилью. Я посмотрел сегодня в Сингли как раз за Испанию, не дают ни плюс один. У Испании, по крайней мере, дают только 0,5. А, срама, в патч на утре было плюс один. Не знаю, написано было плюс один, но в игре давало 0,5. Так, идёт собрать Испанию, хочу тебе расстоять в религии. Ну, чё там, Сандро? Всё, всё, я... Такой трудный выбор. Да, нет, в принципе, я вот за этих товарищей играл. Таймер 3 минуты, да, мы поставили? Да. Да? Ну, я у вас буду постоянно там спрашивать всякие эти моменты. Я так понимаю, что здесь, опять же, как в 5-й Циве, будет, ну, противоположность верхней и нижней ветки, что, типа, пойдёшь в развитие, тебя могут прийти забрать, вот это вот всё. Да, ты сейчас просто можешь посмотреть, вот, как ты доходишь до химии, и ты увидишь, что тебе нужно изучить и нижнюю, и верхнюю ветку. Да, химия-то далеко. Сразу на фабрики посмотреть. Фабрики? Ну, да, фабрики. Я имею в виду основное, что без мода идут люди, это, может, вот эти... Да, удачи, сын. Всем удачки, да. Спасибо. Это там Испания и русские, это... Это удачи, да? Да. Эй, давайте по банам. Играем без защитника веры и без крестовых походов. Кстати, Колизей, мы его строим, он понерфлен в моде, он работает только на 4 радиуса и даёт плюс 2 к довольству. Тоже важно знать. Что мы делаем с великими генералами, и что мы делаем с катапультами и прочей вот этой гадостью? А что, это не работает ещё в моде? Ядерное оружие, кстати, умрано первое. Да, да. Я тоже посмотрел, что убрано. Ядерное убрано, термоядерное осталось. Угу. Ну, не знаю. Сейчас зайдёшь сразу, нажми F10, посмотрели старую добрую демографию. О, приятно. Демография, да. Сейчас увидишь, как люксы все видны, когда... В репорциях, да? И очередь есть. Нет, там строчка такая вверху просто. Там, где они нарисованы, они все будут нарисованы. Там ресурсы просто перед ними. Ну, это же, я так понимаю, что это и без мода можно просто поставить себе юзер интерфейс мод. Ну да, уем. Это не обязательно менять. А сверху ещё и количество ядерного устройства показано. Ну, я не пойду никуда. Хорошее место. Не, так ядерное устройство и раньше были, ну и в Ваниле показаны. Ну, просто как-то странно, они сейчас показаны с самого начала. Зачем-то. Ну, вдруг тебя с самого начала в руинах найдёшь? Остатки прошлых цивилизаций. Не, ну, это будет плохо, запустить-то нельзя, она 15 монет жрёт. Ну, нафиг такое счастье. Наверное, животноводство исследую. Ну, как-то запустить нельзя. Ты построить сможешь, но один ход 15 монет пожрёт и запускай в варваров. В варваров это жестоко. В варвары? Да, да. Кстати, здесь в варваров, не знаю, как в Ваниле, а в моде в варвары это чума. Ну, как чума? Они как попадёт? Просто те, кто граничит с Тундрой, вот там, да. Так, подождите. Тут вопрос теперь по интерфейсу города. Почему у меня житель какой-то красный? Да, они так поменяли. А вот, а если залочить, то зелёный. Это значит, да. Да. То есть, если он не залочен, то он красный, но он обрабатывает эту клетку, а залоченный он зелёный. Да. Да, чтобы видно было лучше. Для дальтоников, я так понимаю. Ну, замочить просто теряется на самом деле. На фоне. Так, а что мы залочим? Ну, как всегда, еда, производство. Так, ну и глянем, что у нас тут с техами. Я так понимаю, что они даже картинки немножко, типа, поменяли. Судя по всему, немножко такие они сделаны... Ой, как называется? Ну, шарп по-английски. Более чёткими, что ли. Так, образование. Ну, вот, индустриализация. Чтобы не открыть индустриализацию... Чипа, через машиностроение надо идти? А, связано образование с машиностроением. Вот они вот как связали. Машиностроение, образование. Угу. Ну, ладно, понеслась. Посмотрим, как оно пойдёт. А эврики и эти тоже они как-то поменяли? Вдохновение? Не, по-моему, откатили обратно. К ваниль. Не, ну как? Ну, первоначально эврику они точно поменяли то, что орошение вместо гончарного дела теперь дает... А, да, так поменяли... А они вообще поменяли местами орошение и гончарное дело? Да, да, да. Что, так гончарное дело так круто было вначале исследовать, что ли? Не, вопрос в орошении, как бы, что... Все остальные ресурсы можно достать роскоши, а орошение хрен. Баланс. Не понял, ещё раз. Ну, для того, чтобы достать ресурс роскоши, которому требуется орошение, нужно было изучить две техи. Всем остальным по одной. А-а-а. Ну, интересное место для города. Вот тут, например, на речке. На том бережочке. Кстати, а это... Как его? Очередь появилась в строительство тут? Да. Начинаешь, немецкий походит, я посмотрю следующим ходом. Единственное, что она сбивается при загрузке. А-а-а. Хм. Новый. Вот, если вы видите, что-то прям дофига от всяких лиц. Да, но только я полу только строителям пользуюсь. Так, а что он тут обрабатывать стал? А-а-а. Все правильно. Все правильно. Все правильно. Не, ну вот тут интересное место для город. Правда, теперь надо типа немного городов ставить, потому что они там штрафы дают из-за количества районов. Ну и сколько теперь примерно городов имеет смысл ставить? Ну, где-то 6-7. В зависимости от континентов, сколько у тебя вот рядом есть. Потому что если у тебя один континент, то больше семи градов, навряд ли ты будешь нормально играть. Потому что бонус от счастья тут изменен, ну то есть если у тебя много счастья, там плюс 30 процентов ко всему производству, это очень неплохо. Это нужно счастье 5 иметь. А причем тут другие континенты? На каждом континенте 4 люкса. То есть если у тебя рядом есть соседний континент, то у тебя фактически есть доступ к 4 люксам и еще 4 люксам. Ну, будут они рядом или нет, это другой вопрос. Раз люкс, два люкс, три люкс. На один континент больше, то есть на 6 игроков 4 континента, по-моему. То есть в игре где-то 16 люксов и на воде еще. Ну, на воде это всегда. Да. Жемчу какие-то они всегда видеть. Рад вам напомнить, что это видео вышло при поддержке Двагис. Двагис это удобный справочник и карта в одном приложении, а еще незаменимый помощник во время путешествий. Надо всего лишь заранее скачать карту нужного вам города на сайте двагис.ру и все. По приезду вы сможете открыть приложение и найти в городе все что угодно. Никакого роуминга, мобильного интернета и трат. Двагис, если быть точным. Так, давайте-ка мы, наверное, купим лошадок. А добавление клеток тут тоже, видимо, не исправили, потому что я срюю какую-то хрень он добавляет, а не то, что круто. Да, тут этого нету. Это точно так же, как вот с этими защитник веры. У него, по-моему, нету к этому доступа. Ну, то есть нету возможности это исправить. Так, давайте-ка возьмем, пока удваивает опыт юнитов разведки и попробуем пантеоны взять. С производством у меня тут все нормально, поэтому нету смысла брать цивики на производство, ну, как мне кажется. Так, тут у меня, по-моему, это соседние континенты, да? Вот Казахстан, Евроамерика, а еще и Родиния. Так, это мы выбрали. Давайте международная торговля. И в городе давайте поставим следующим поселенцем. Какие-то притормаживания начались. Непонятные. Только хотел спросить, есть ли тут руинки. Так, а карта у нас овал, да? Да, овал с маленькими островами. Что-то пока непонятно, насколько он овал. Видимо, вот как-то вот так, оконцовочка. То есть, вниз, наверное, должен быть какой-то сосед и слева, да. Ну, наверное, я пока так предполагаю. Так, а на самом деле... Так. Так, а, наверное, еще с городами-государствами как-то изменились отношения или нет? Или они бонусы также дают? А, в два раза меньше бонусы дают. То есть, вместо плюс два, плюс один. А все зеленство еще не переделывали. Привет, Испания. Привет. Тут же кто-то Буэнос-Айрес нашел. Ты не рад? Ты знаешь, тут такая территория, что я не знаю, радоваться или плакать. Лучше вот это брать скаутами, а не тогда... Помнишь Польшу? Да. Вот примерно такая же фигня. Но ты Испания, у тебя вода. Это как бы... Так и должно быть. Но я не думал, что ее будет настолько много. А ты еще хотел сделать... Так, производство, производство... Ладно, следующим ходом, наверное, овец куплю. С ракет, нормально. Не, ну я фактически взял Испания только в противовес России. Больше никто с религией не очень. У нас Китай в игре, поэтому религия должна быть... Можно взять. А что, типа, чтобы я Стоунхенш построил? Ну, да. Ну, ранние чудеса... Практически никто за них не сражается с Китаем. Могу так сказать. Лады. Очень тяжело. Очень тяжело. Все, не сражайтесь со мной за чудеса. Нет, только заранее. Нет, а вы за все не сражайтесь. Идите против систем. Хорошо, но сражаться не будем. Построю так максимум. Еще что-нибудь. Сражаться не буду. О, тут еще и этот таймер появился. Ну, конкретно видно, за счет чего увеличивается культура клеток. А то у меня, блин, кучу в комментариях спрашивают по этому поводу, где посмотреть. Да, есть. Это удобно. Ну, конечно, чудо хорошее. Нельзя не отрицать. Ну, ты далеко, да? Слушайте, а могу ли я вообще... В принципе, построить Стоунхендж. Еще одного разведчика дали. На помощь сюда поставить. Ну, этого по холмам. Прокачаем. Так, надо вот тут проверить, что у нас. Нет, ну, я, наверное, ничего пока менять не буду. А ты на том же континенте, да? Наваль баре? Я Наваль баре. Патишли с варварами повоевать. К сожалению. Ну, как? Имеет смысл широко города ставить или рядышком? Или, ну, логика такая, как в пятой цели? Как имеет смысл города ставить? Широко, рядышком, средний? Честно, я еще сам не разобрался. Всего две игры сыграл. И в одной из них меня быстро вынесли. Ну, вот перед патчем... Ну, это больше от фераксисовского патча зависит. Потому что и эффектов нет. То есть, сейчас нет смысла города ставить в трех клетках. Мне кажется, надо в четырех клетках ставить максимум в пяти. Ну, или если города далеко и защищены, то можно их далеко занести. Потому что аое-эффекта как такового уже и нету. Что-то у меня тут холмов дофига. Ну, вот пока хочется вот тут поставить второй город. Вот, выглядит... Хотя тут нету ресурсов. Ну, пока не видно. Сейчас я сбегаю и сюда скаутом гляну. Вот у нас есть пустыня. То есть, тут можно... Хорошо, вообще, второй континент какой-то. Ты знаешь, мне показано, что нашел. Но, где он? Я не знаю. Блин, я из-за вас случайно поставил на фабрике прямо. Я у меня до сих пор... Думаю, что у меня тихие открываются, которые я не ставлю. А он у меня прямо в фабрике идет. Зашибись. Тоже вариант. Четкий план. Ну, все на фабрике. Так, а где у нас тут этот... Мне вроде показалось, что он хейдж вверху, потому что... Не, я уже нашел. Я нашел ггшку, и она прекрасна. Прекрасна в стыке. В общем, у меня не светит. Вот, на севере континент. На севере, да, он... Ну, что я нашел, а вот родине. Родине он нашел, давайте глянем. А это вот этот красный. Да, как могут быть острова, потому что, блин, тут уже море. Да. О, это мы, я первый нашел. То есть, нам туда не светит попасть, да? Походу, все-таки я посередине где-то. О, чудо. Зашибись. Что у нас там за бонусы, Туспания, и там. Вот. Давайте тогда начинай бонусы, Испании. Я просто пытаюсь вспомнить, золото мне дает бонусы или производство. Как? Торговых путей. Конхистадор, это бонусы. Конхистадор, это самоо, сающим ходом, помню. Сающим ходом, наверное, надо будет переключить. У меня тут Америка с Аляской, получается, и тут в тундре на одном континенте. О, ну неплохо, смотрите, какао есть. РП-шиши. Раз, два, блин, вот дары, правда, не дотягивают. Сейчас он будет защищаться от друзей. Красненьких таких. Да-да-да-да-да-да-да-да, всеми любимых. Торговец. Или еще один поселенец сразу. Пора будет ту же армию устроить. Два лагеря уже есть, это уже. Что я тебе сделал? Повод бояться. Так, идем пока сюда. О, валетто. О, соль. Отлично. А кто Брюссель нашел? Не признаетесь? Кто там сосед? Я, я. Зазирайте-ка, пока постоим. Пока постоим. Ну, как-то я никого до сих пор не найду. Хотя, как бы уже много так исследовал. Сейчас найдешь. Просто у нас получается Испания на берегу. Я вроде бы, получается, тоже в каком-то берегу. Ну, я совсем... Я уже нашел Астека. Судя по всему, Америка тоже где-то рядом. Так я и города-государства нахожу, которые без этих. Ну, везет. Да. Везет. Ну, они не самые... Ну, типа, этот... Военный лагерь. Военные ВГ. Военный лагерь. Я, кстати, так и не понял. Он бонус дает на постройку всех гинетов или только военных? Военных. Военных, конечно. Только военных. Ну, мало ли. Ага, мне предлагают тут ставить. Кстати. Сетя, нафига мне на побережье. По-хорошему. Тут я гавань смогу поставить. Надо просто действовать. Ну, это да. Это чужой хлеб. Размышлять. Я не знаю, как он так играет. Ничего не притормаживает. У меня, ну, как бы я уже... А вы же с ним, кстати, вчера играли. А, ну ты говорил, то есть, бесконечная война была. Да. Он забрал Арчи, потом забрал немца. Ну, немец просто зря его начал трогать вообще просто. Палочкой. Тыкать. Так на один говорил, что он потом забрал русского. Он забрал, да. Ну, просто русский был 0 happiness. Ну, то есть, вот у него было минус 6, минус 7 счастья. Ну, повышение будет отлично. Видите, атаковать может только копейщик меня. А этот может только подойти. Ну, да, ну вот там, где мне и советуют компьютер, туда и буду ставить, действительно. Единственное, я можешь подумать, может сюда лучше, поближе к столице. Ой, бедный. Раз, два, три, четыре. Да, да. Ну, тут-то круче будет, типа, и овцы быстрее, и... Завтра, куда ты ГГшки все делал? Нет, все-таки сюда. Он может. Так, этого скаута давайте вниз. И надо, кстати, уже снимать, наверное, с... Ну, политику. Ой, что-то у меня там сигнализация у машины сработала. Сейчас я не кончаю ход. Крадут, Лёш. Видят, что стримят и крадут. Время воровать. Так, испанец, как мы вообще расселимся? Ты далеко от этого чудо. А я тебя еще не нашел. Я от этого чуда в пяти клетках. Соседи снег чистят. Я реально от этого чудо в пяти клетках слева от него. Все, 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 вопросов нет. Так, а что я тут за чудо нашел? Я думаю, ты меня скоро найдешь. Ну, не знаю, мне как-то так получилось, что я на юг пошел совсем на юг. Блин, ну, лошади уже пошли. Неплохо тебе там. Да, Глебский получается в середине. Я не страдаю. У меня тут еще на севере тундра. Так, ну, этот город, видимо, сюда надо как-то ставить. Так, вокруг столицы располагать города. Чисто как все в пятерки будем играть. Ну, а тут обычно большие пространства игрокам даются или как на этой карте? Здесь обычно, ну, всем хватает более-менее места для нормального существования. Потому что я так, судя по всему, в центре карты нахожусь, но до сих пор никого не нашел. Не, ну, как обычно места для шести-семи городов хватает. Ну, каждый по шесть городов поставить, там будут нормально все соседи. Ну, да, обычно так происходит. Не, ну, как бы есть исключительный случай, когда-то некоторые больше могут поставить спокойно, не задумываясь. Есть такие моменты, когда двое начинает чуть ли не с самого начала игры спорить, кто где будет ставить. Ага, вот этого кто-то нашел. Вот, маскат кто нашел? Я. Ну, и куда мне идти к тебе? Ну, если это Вишневецкий по голосу, то это он по центру. Ну, и да. Бери, да. Ниже бери. Так, давайте-ка вернемся. Этот мне советуют тут ставить. Ну, вот тут я тоже поставлю город, да. Тут и жемчуг, и на... Ну, не тут, наверное, а вот тут. А у нас местного на родине есть еще кто-то? Я думаю, должен быть кто-то ниже него. Или это ты ниже него? Я, давайте строителя. Я ниже него. Ну, тут мастерство переключим на раннюю империю. Ну, тогда все. Лиже или линия? Ниже, ровненько, ниже. А тут камень. Знаете, я, наверное, возьму пансион на камень, действительно, вот тут город поставлю. Буэнос-Айрес. Так, а Буэнос-Айрес кто нашел? Я нашел и Вишневенский, нашел, но Вишневенский первый вроде. Сусть, а как, Маскат? А, это Бузель, перепутал, это Бузель. Ну, я был бы удивлен, что бы вы и Маскат, и Буэнос-Айрес нашли. О, тут у них еще лог слухов появился. Отлично. Там не только слухи, там еще чудеса и так далее. О, окромлихи не две веры, а три дают? Да. Это твой второй город, да? Да, Ацтек. Какой, да, да. Слушай, так он далековато, как, может, вот тут поставить, а не тут? Надо вообще посмотреть. Сейчас сбегуете по скаутам, гляну, что тут. Пошли обратно. Ацтек, ну ты вниз тогда не селись уже, там я буду город второй ставить. Там вправо у тебя вон место хорошее. А вот это касательно... Слушайте, а у вас не подвисает немного картинка, как вот во время хода? У меня сильный чё-то подвисает, прям хочется загрузить компьютер. Ну, ну, вот у меня тоже такое... То есть это не лаг, как будто не лаг, вот что, типа, там плохое соединение, а вот как будто тормозит компьютер, такое ощущение. У меня обычно такое, наверное, на поздней стадии играет. Ну, скаут не захватывает... Так, на всякий случай уточню, тут скауты тоже не захватывают поселенцев? Или, может, что-нибудь поменяли? Ну, я не захватываю. Не захватываю. Иде не должны. Не захватывают тоже. Ни разу не было. О, вот не постичься, границ. Тут с караван игрой. Вот караваны, они как магнит. Это они, да, просто обожают. Так, Бразилия. Слушай, я хочу город поставить, вот видишь, где два Волгавони рядом. Да. Вот я хочу забрать них горе. Чтобы Валет-то не забрала на всякий случай. Окей, только цитрусы я заберу. Я хочу под озером ставить сразу. Цитрусы без проблем. Цитрусы я слева возьму на побережье. Слева на побережье? Это где? А, там их два через петку. Я пока подумаю, что тут строить. Ну, там рек нету, поэтому горе буду ставить. Я там сейчас город ставлю. Если ты про лево говоришь. Лево вверх? Нет, ну там совсем на побережье, прямо на берегу океана. А, нет, ну я не на берегу. Просто ты... Лево вверх, ты так ничего не сказал. У тебя скаут... По-моему предложение. Ниже, ниже Теотикана, я, скорее, не буду ставить, потому что он уже... Можно мы закончим, пожалуйста? Ну, так вот я говорю, потому что там будет мой город. Ниже Теотикана не полезу, не волнуйся. Единственное, что, вправо Теотикана, извините. Нет, вправо хорошо, я туда далеко. Откей, тей, тей. Короче... Смотри... Вот сюда я хочу поставить. Я сюда. Это вы метки ставите? Ага. Вот у меня подписало в этот момент, кстати. Ты, видимо, когда много меток. Много меток. Лужа, недалековато ли от стольня? Ну, у меня просто вариантов нету. Внизу вода. Я просто хочу... Я разведу на сбегу, вот как раз-таки вот эта часть, не мини-разведана. Ну, хорошо, без проблем. Просто если было место вниз, я бы поставил бы вниз. Я вниз не могу, даже город поставить. У меня... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, ну... Я не говорю, что места нет. Сейчас, подожди, мне тут кони прибежали. Так, надо камня обработать. Удачи. Спасибо. Убери, пожалуйста, скаута. Все, что, а количество действий рабочих случайно в моде не увеличено? Нет. Это ж китайцы, Леша. Нет, я понимаю, но у меня на один увеличено, то есть четыре. Ты ж китаец. А что, а изначально три раза у рабочих? У китаец плюс один, да. Что-то я думал, два. Так в ваниле плюс один. Нет, вообще, в принципе, у рабочих изначально три, что ли, действия? Да, три. Три. А сколько ты думал? А я думал, два. Ну, изначально, а там постепенно увеличивается. Нет. Так, а Ереван кто встретил? Что ж такое? Где все ГГшки вообще? Я еще не готова не нашел. И ты, получается, справа от Еревана, да, Леша? Справа и выше. Ну и довольно далеко от него на самом деле. А, ну не соседи. Я, честно, думал, что Ереван это уже кто-то будет, но нет. Ну, ты сейчас туда левее пройдешь, увидишь ацтека. Так, рабочий. А ты, испанец, говоришь, что далеко от ГГГ, ну, от столицы. А ты ж, вот я вижу границы твои, это вообще хрен знает, как далеко от твоей-то. Ты чего переживаешь? Че? Ну ты про мой город, говоришь, что он далеко. Он как бы... А те еще тогда строители. В шести тайлах, из-за того, что там река, это раз. И, во-вторых, он бежит от той столицы, но в тайлах десяти, не меньше. Нет, я имею в виду, что далековато от твоей столицы. Так, и я, в принципе, могу... А куда мне его там лепить? Я не знаю, я сейчас, я говорю, сейчас разведаю эту местность, посмотрю. Слушайте, а Стоунхендж только на ровном месте строится, да? Да. Да, на ровном месте, около камня. Жопа, вот надо скот, значит, убирать. Я вот не стал строить, потому что китаец. Думаю, нет. Китаец, да, да, да. Видишь, как все боятся. Замечательно. Ну, я на Кромлихе взял. Так что, понимаете, камня у меня дофига. Смотри, как бы в Бразилии фишка какая. У меня кофе нигде нету вообще. И апельсин это единственное, которое я держу. Могу подалиться. Спасибо, добрый человек. Я как-нибудь сам хочу со своего континента достать их. Кофе я могу тебе отдать кофе. А цитрус хочется себе поиметь этот. Ну, цитруска в третьем радиусе. Во втором радиусе будешь около озера иметь, правильно? Да. Ну, а я вообще нигде. Не у меня просто на него бонусы, поэтому я как бы и хочу их. Я теперь могу менять его. По дешевке вообще на что-нибудь толкнуть. Вопрос в обработке только исключительно. Не, у меня сейчас вопрос в варварах. У меня столь него оккупировал. А у меня в варварах. Ну, давайте думать. Ну, в принципе, вот тут я поставлю, получается, 4 камня будет и свиньи будут. Ну, у меня тут 2 лошадки уже оккупировали. Потому что я действительно надо тут ставить. Во все. Так. Теперь надо уже думать по поводу юнитов. Хорошо, хоть столь... Потому что сейчас вот эти варвары пойдут в свои лагеря сообщать обо мне. Слушай, ну это слишком шикарное место. Ну, нехорошо так. 3 кофе, 2 цитруса. Убивай его. Он, бразильцы? Погоди, не ставь. Не ставь, стой, подожди. Ходов 10. Бразильец ко мне прибежал. Да, и мускат я нашел. Так, подожди, почему не ставить? Ну, как бы, я поставлю по-любому. И ты хочешь пройти просто или что? Не, подожди, я думаю. Ну, блин, это возле моей столицы. Кстати, давайте пока первая половина игры побыстрее ходить как-то. Смотри, как бы, на левый верхний цитрус. Я претендую, я его с берега буду брать. Сбирай кофе, оставь мне цитрус. Я тебе его подарю. Кофе, я вторым радиусом беру, я не нашел. Как тебе такой вариант? Я тебе его подарю всю на всю игру бесплатно. Цитрус. Ну, я не против. Так, надо юнитов. Около Сан-Пауэра тут как раз кони. Он, извините. О, внезапно. О, Стоун Хэндж. Давайте-ка построим. Так, пока отменяем Раннюю Империю. А, ну у меня тут больше... Ну, пускай Ранняя Империя пока исследуется. По идее, я должен следующим ходом ее ускорить. Потому что у меня Пекин вырастет. Ну, тут место для города. Вот тут под Петру, например. Такое место неплохое. Да, ну это... Да, ну походу я действительно, получается, справа на овале. Но тут еще справа столько места у меня. Ну вот, хорошо. И кто-то ниже меня должен находиться. Кто-то Буэнос-Айрес нашел. И у него тоже, значит, дофига места. Ну, кто-то молчит вот на два человека. Ну, посмотри, кто его нашел, собственно говоря, под влиянием кого. Так, а как я могу это посмотреть, если я не встретил этого человека? Неизвестный игрок. Ну, это цикл, наверное. Если он молчит. Да не, 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 ребят, это не я. Ну, вижу, блин, да. У тебя даже по голосу слышат. Слышно, да не, уже слышно по голосу, что это он нашел. Тебе в покер-цикл нельзя играть. У тебя флэш-рояль. Не, не, не. Может, Бразилию по-быстрому захватить? Блин, что мне открывать нету. Ну, я вообще не бросил насчет Бразилии. Да блин, я сейчас армию приходится строить из-за варваров. Ну, вот, направь его на Бразилии. Что, на? Без дела будет шляться. Тон, цитрус еще у меня отжимает. Ну, все это война, не что ли? Вот, Раннюю Империю открыли. Сейчас надо поменять. Удваивает. Давайте плюс сто. Создание юнитов. И здесь... Ну, давайте производство поселенцев. Кстати. Почему нет? Выберем. Так, полечимся. Да, это он тут, Леша. То есть, ты уже там внизу ходишь? Ну, я вправо вниз пошел и тут встретил его разведчик. Значит, он где-то там, справа дальше. Я извиняюсь, телефон, Димка, мы там по поводу всего этого. Я увидел. Смотри. Я тебе метку поставил в свою... Еще одного города. Единственное, что я могу поставить, его на одну клетку выше, прям на благовонье. Да, дело в том, что ты за лошадей, просто лошади хочу забрать. У меня вот на озере... Диме, у меня лошади... Если тебе лошади не нужны, то я их заберу, и город ставь где хочешь. Слушай, а у тебя... Не, смотри, у тебя около Рио-де-Жанейро две лошади. Блин, лучше овец тут производит лошади. Ну, у меня лошади не нужны. А у меня... Да, это из дополнения. У меня только одна лошадь, поэтому не придется этих лошади брать. А у тебя что, справа нету? У тебя просто справа территория и вагон. Я смотрю на лошади, там нету. Дзинь-дзинь. Тебе они и не надо. Ща подойди. Ой, ты наш колокольчик. Колокольчик не завершает. Нон. Это вот подумать надо. Ну, договорились же первые. Без подумать. Походите, подумай. Закончи ход и думай. В процессе перехода хода. Я пантоонов выбирал, там нельзя думать. Надо же понять, какие есть. Ну, заранее надо было думать. Так я заранее подумал, его взяли уже. Ха-ха, кромлихи? Нет, ну не кромлихи. Кстати, демографию. Можно поставить демографию. Да. Я все забываю, что демография есть. Я на последнем месте. Ой, молчи, я там на последнем месте. Нет, я на последнем месте. Когда я найду хоть кого? Я сейчас тебя найду. Я возле Муската. Ну, найди меня. Окей. Ой, никуда пошел. От Муската тебе надо идти вниз и вправо. Моя армия разведчиков бежит. Правда. С армия разведчиков. Счастливый человек. О! Торговца дали. Это хорошо. Слушайте, а на филе он сейчас у меня выбраны поселения. Давайте я пока не буду поселенцев. О, говорю с целью. Просто плюс одно производство. Вишневецкий, а ты не боишься посела так оставлять одного? Ну, ты его не бери. У меня там родным боем. А что это ими въебать? Он как раз так недалеко от моих границ. Да, сразу город можно ставить. Я бы его взял, так да. О, наконец-то я вижу границы ацтека. Еее. Это не самое хорошее, что можно увидеть, Натаня. Да, он далеко. Не бери его. Не бери его. Надо подумать. Ого, аж три производства. На Окленд, кроме меня кто-нибудь претендует? Все. Тебе-то зачем он? Я претендую. Ты тоже на море что ли? Да. Блин. Ты чё, Алька? Ой, конники. Молчи, тут их дофига. Молчу. Я уже от трех отбился. Плюс лучник. А медь при вырубке деньги дает, да? Не производству. Да, наденем. Два хода, если так, три хода. Ладно, пускай. Обрабатывает это. Ребятки, есть кофеёчек. Кофеёчек. Нет, кофеёчек пить вообще-то. А есть на обмен. Так. Ну, дострою Стоунхенш. По идее, должна закончиться драма и поэзия. Тогда переключусь на плюс 50% от куда он побежал. Где тут лагерь, куда он пошёл сообщать. Ладно, полечимся пока тогда. А, вот я вижу границы. Наконец-то встретил русского. Вот тут ещё русский же не есть, точно. У тебя какие-то соседи весёлые. Ты так радостно о них заявляешь. А вот и ацтек. Ну, они далеко. Чё мне? Ну, далеко. Казакам это никогда не мешало. Он религию уже основал русский или нет? Нет ещё? Нет ещё, никто ничего не основал. Что странно. А почему? Не знаю. Все боятся Стоунхенжа. Так в том и дело, что мы все. Нормально, давно уже построил. Нет, так русский же от этих идёт. Ай, не добил. Так. Ну, давайте каменную кладку. Так что, мы с цитрусом порешали. А у тебя его что? Он же Шфот. У тебя же он есть. Так кто-то неудил, что нет его. Там ацтек уже поставил, город и не успел. Ничего себе он поставил город. Режет Лакопан. Лакопан. Так он раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять клеток от стальницы. Так он ещё и в Брюсселе будет спорить за территорию. То есть, он будет в нашу сторону расширяться. А я понял тему. А знаешь, что он сделал? Он на эти поставил, на ресурсы. Он чуть-чуть Лукса забрал просто. Ну да. Надо его угостить. Пока он Лукси все равно не начал обрабатывать. Да, он же будет потом отожраны очень сильно. Так что... Мало того, что отожрана, него будут бонусы к войнам. Да. Так это же ваш сосед. Чего бы. В смысле наш сосед? Да, ого. По-моему, Америка, вот ты как раз сосед. Да, поближе пусть. Самый. Я пас. По-моему, Китай из Америки. Сразу сам устранился. Бонус есть на том континенте. Я пас. Он не на моем континенте. Говорил, что на этом. На Родинии. На Родинии только будут все мои города. Он на... На Родинии. Он на Родинии, а я на Вальборо. Да ладно, ты тоже на Вальборо. Охренеть. Так, ну все по плану. Разграбили караван. Привет, Китай. Здорово. Давай нафиг этот город его разрушим на чертям. Ну, а? У тебя лучники есть? Нету. Чальк. Я пока варваров не отобьюсь, никуда не пойду, сам понимаешь. Как бы не хотел. Ну, а если на дом собраний. Все-таки производство. Так, отличненько. Следующий уходом. Только Станхенш построил кто? Ну, кто же. Ты что, не видишь своим скаутом, что ли? Дело в том, что мне написалось... А, вот теперь увидел. Так мне пишет Unmade Player. Думаю, какого я не встретил. По холмам. Я только зашли не встретил. Леша, можно на границе открытые получить? Ребята, ну, мы выходим быстрее. Да, до 50-го. Я, типа, этот применял, как его. Подонись. На веру. Так. Буратино. Телекомандата. Ужас. Ну, это стандартно. А вот это нестандартно. Так. Меняем на плюс к поселенцам. Так. так что мы обработаем со счастья вообще плюс 1 пойти какого обрабатывать наверное сходим так и теологию откроем и колесо от стек куда идешь город ставить угадай подселять тебя будет а тут у меня столицу трех лет так все удивляются как так то зачем потерять не суши ну суши от стек ну это не дело так это ну так ходить без поселенца не без этого без надо было его наказать череда лакопаном ну так я этим собираюсь сделать правильно я считаю это не дело так это еще в начале 5 цилы так люди занимались подобным пока не научили тоже даже специально фигня сделано прикрепляется юнит и идешь все спокойно под защитой на открытые границы пройти вправо я зачем тебе вправо но пройти раз и сюжета там хочешь увидеть чудеса какие я вот ни одного чуда не вижу гэгэшки зараженном плохие сразу говорю ну можно плохие пасмал вдруг хорошие на и мне заданы мне ребят вы читает как грешек тут нет я вам сразу говорю я человек просто вижу поселенцы без защиты захватываться в указаниях человек так тут я смотрел не знаю не знаю я просто тебе бросил мне тебе тоже открытые границы нам и все и все неплохой уговор вот это ладно так где метель город поставить пожалуйста заканчивайте быстрее вот мы просто три минуты поставили не того чтобы ходить весь таймер так кофе кому-то надо нет пока не ничего предложить взамен этот лагерь воров вот были на тут лошади тут же тоже надо будет город ставить конечно что там да я куда не ткнуть везде лошадь потому что лошадь рядом возле этого компа вот они прут меня начался вроде этот зачищу которых около сан паулу но от этого не легче железо открыть и вот думаю стоит ли струсть строить город на перемычке что там у ягуаров кстати что у них вообще не способность сейчас пройдусь посмотрю а там ты не пройдешь на хотя не бродишь захватывать интересы превращать их в строителей я сам считаю после стулья ничего нету один полуостров без люксов и все ну конечно большой но без люксов норм убегаем ох сколько я уже городов государств встретил надо в научные видимо отправлять в поленки например ты этот зачистил да какой которые сам паула выше а там копейщик вышел навстречу моим лучником убивает их так он точнее убивается об них но отлично следующим ходом зачищу я тогда не буду забирать да был бы неплохо договорились спасибо наверно вот тут поставлю город и как там где-то поставишь кофе сразу забери скоро везти уже буду сначала на видим сюда блины я еще не на последнем месте по популяции это как так я на последнем месте от его дингу у тебя один город что ли еще только нет по ходу от стек примем 2 что вы там решили кстати поселенств я захватил поселенцы от стек а ну правильно что тут решать собственных таймер подожди у посередине с лишним решить куда вы ввести сандра там он я вижу твои границы до правах уже больше не хочешь набросились там где у тебя люкс вы куплен апельсинчик на международ двух гор там барбары на ну вот я сейчас там поставлю город и мы с тобой соседи самое главное это как понимать самое главное это какие ну то есть самое близко друг другу не сказал бы окей сейчас я другой город поставлю тоже с границы буду сколько четыре клетки между городами между городами 3 игрок арчи рассинхронизирован так только что послала в игрушку давай ждем надеюсь что комп не успел за тебя походить религии конечно да веселые название заехали просто так вот арчи ты же не будешь посел около моей границы брать наверно нет потому что мне как бы воинов из-за лагеря держит далеко блин тут сурово не будет мне более возьмешь ходить это убью этими же лучниками сама доброта так производство кавалерии вот давайте это поставьте правильный сделал как говорится и производство поселенцев пока уберем наверное производство пускай строителей будет ух блин спаница ты религию будешь делать ты видел что я отвара в эфире отбился я не уверен что уже буду делать на самом деле потому что но сам сам видишь собственно говоря мою демографию не я понимаю понимаю фастклик поэтому спрашиваю эхат стек обратно отбил своего поселенца серьезно красавчик вишневецкий я всегда знал что он молодец классный он он у него понимаешь вот мы все играли в одно развитие пришел человек с нами начал играть у него развитие по центральной ветке то есть все типа там науку там а у человека пушки бомбарды то есть привет соседи он всегда готов это же за вас первые где ты мне лучше ставить просто пока расстроен поэтому ты главное не расстраивайся меня я пойду так у какой быстрый русский не прошло и пять ходов брутами блин название у вас надо конечно кампус строить где-то как-то тут поставлю город я понял что из моих пирамиды поставить не придется на клетку выше кого было могут захватить где именно вот выше сан-паулу а я понял от реки придется уйти почему а я иначе порт не смогу поставить поставишь акведук и все ну вот я тоже думаю главное про кофе не не забывай о нем забудешь ты же напомнишь я на серию все время напоминаешь я напоминаю или можешь вообще ним не парить мозги поставить и к на берегу может и на берегу нет совсем и на берегу и на реке там слишком близко три города будут располагаться по две клетки между каждым вообще бред мне вот в лесу поставлю около так что с армией вообще у нас тут русский меня нашел 156 у него но он там говорил что вроде с варварами воюет поэтому так да да ну что я фишка надо будет вот зарев переплыть на север и посмотреть что там не захватили снова не исключено что там остров не исключено нас тут как-то земля там земля там да даже если у остров там как не крутись жемчуг тоже хорошие отойдем ты понимаешь так вот можно начинать и пирамиды хотя нет давайте сначала монумент что у русского с армией я пройду или не пройду уже не пройду мне не пройдешь но можно сделать грамотно вот железо есть там не особо одно делать да ладно бог не спасибо походу одно все равно хотел посмотреть что там у меня происходит убедиться что у меня петру хотя испания она такая нужно быть готовым что нам там к универом обруски отжирается сделаем верховая езда есть китай в соседях да все ну походу да ну я сосед буду тоже его его не границы русский сосед но будут соседа типа как родственник да вроде бы и не близки но на двоюрода рядом лишь невест ну до 50 хотя бы давайте ну на расселение этого походим отлично стрельба изучена так висячие сады есть ты лёша и висящие построены да ну я же китай минус я тоже так делал , некрасиво да поступал кто как не я так три ночная на пшеничку обработать и овечек так вот это напомним очищенное место, кстати. Опять что-то притормаживать начало. Да блин. Так. Неправильно походил, да? Я не видел, извините. Ну, чтоб тут с Ацтеком проблем не было. И надо еще будет в Тяо Дуни построить в сторону русского. Русского. Ну, надо как минимум еще два города ставить. Ну, одно место у меня есть вот тут, да? Такое, конечно. Так. Давайте автократию возьмем. Плюс к юнитам кавалерии древнего мира и античности. И, ну, содержание юнитов. Плюс к боевым еще против варваров. Содержание. Ну, у меня просто деньги есть достаточно. Плюс 50% к другим строительству юнитов. Ну, в принципе примем. Продолжение следует. о цикл ко мне купцов с вкуснейшей икрой отправил надеюсь не не это срок годности у нее не истек слагод не не переживай а то осталось со стола праздничного вот я вижу лёши на границе так ты получается с русским близко конечно близко у них один город ставишь и все и ближайшие соседи карта все нормально кстати мы с испанцам вверху он я индейку посредине ацтека американец снизу и китай справа вверху и снизу русский посередине я с соцтеком получаем ну да самые в шоколаде ребята так надо возвращаться александр а ты на север-то ты жены раз когда будет ставить уже уже шоколадный обмен точнее как кофе кофе так что у нас тут по техам впереди русский мы тут недалеко а по очкам в принципе русского 19 по культуре рванул в смысле почему я рванул но 20 процентов демографии стынулся эти два штуком рванул до русского больше культуры входа песню культура 20 процентов демографии они совершенно есть же другие тут вещи где можно смотреть еще скажи что я по науке тоже вещи рванул тоже 16 процентов мы не знаю я тебе еще не встретил это не могу сказать просто дерево цивиков показывает что просто ну на одну эту впереди сандро с я уже походил так по идее могу тут купить библиотеку да у нас по великим людям уже даже три религии у нас основана где там испанец который собирался противостоять русской религии боролся с варбарой с пьянством не ворвался не можно так сказать принципе не переборолся не перебородом так тут норм развитие так надо строителя построить а потом еще одного поселенца давайте так строитель во первых во вторых русские древесины и священное место если бы рядом был тогда да вот правда она да вот тут рис или нет или лучше вот тут медь убрать и тут поставить священное место да наверное так то что пока не буду очередь ставить торговый путь в поленке священное место военный лагерь торговый путь в канде великий ученый торговец и еще один торговый путь так в пекине покупаем библиотеку строим ампар так тут вырубаем медь и добавляем в очередь священное место я религию нашел хо 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 круто где в руинке да на сорок то треть ходу красавчик пророка русский что как то останку это буферную зону или ты хочешь поставить город где вот 55 молока да нет мне там не нужен город но если ты там ставишь то это будет плохо я тоже не собираюсь там ставить город но и оставляем русский сделка надо так слушайте как вы думаете имеет смысл болото сушать на ресурсе ты пара рис что нет на нет на редком ресурсе не не на обычном а на редком смысле там для счастья ха нет подожди так он автоматически ты имеешь ввиду поиметь что-то с этого профит какой-то ну да ты я осушил болото а потом там сделаю эту плантацию да я так могу сделать плантацию но я тогда не получу это того не стоит ты тратишь заряд ну да я ставлю сразу я тоже ставлю сразу если тратишь заряд но зато у тебя сколько сразу идет ну еды и жителей ну можешь сделать ну это каждый по своему видишь ну да дело в том что по моему что там еще вот пользуйтесь двагис и играйте в умные игры а на этом пока все продолжение завтра меня зовут алексей халецкий и я тот классный парень который сделал для вас это видео поэтому не забудьте поставить лайк и поделитесь им с друзьями и знакомыми таким образом мое творчество распространится и о нем узнают другие люди ну а сейчас вокруг меня где-то вот тут вот появляются ссылки на другие мои видео которые я вам рекомендую посмотреть кликайте прямо на превьюшку и перейдете к ним а на этом все спасибо и до следующих встреч до встречи